Меня зовут Александра, я являюсь координатором фонда помощи лабораторным крысам. Мы занимаемся тем, что мы в первую очередь ищем дом животным, которые выбыли из эксперимента. Наши ключевые задачи это поиск нового дома для таких животных, это также просветительская деятельность, это также сбор средств на лечение таких животных, ну и какие-то небольшие проекты совместные со школьниками, какие-то уроки доброты, что-то такое мы делаем. Я сегодня вам расскажу про декоративных крыс, о том, что это за звери, в чем их принципиальные отличия от других животных, какие у данных питомцев есть преимущества, какие сложности связаны с содержанием их дома и как мы можем эти сложности преодолеть. Ну и в целом, как нам подготовиться к тому, чтобы декоративная крыса появилась у нас дома. Декоративная крыса, как домашний питомец, имеет ряд преимуществ и имеет также определенные, ну скажем так, недостатки. Во-первых, крыса это животное небольшое, то есть какого-то большого жизненного пространства в вашем жилье ей не требуется. Крыса это очень умный зверь, она привыкает к своему хозяину, она узнает его по запаху, она узнает его в принципе, да, то есть когда вы приходите с работы, ваши крысы будут вас встречать, они будут висеть на прутьях клетки, будут хотеть, чтобы вы взяли их на ручки, погладили. Также из преимуществ содержания дома декоративных крыс это тот факт, что они большую часть времени проводят внутри клетки. То есть если кошки и собаки у нас бегают по всему жилью, то крыса выпускается из клетки только на ограниченное время, все остальное время она проводит в клетке, это в ряде ситуаций достаточно удобно. Но помимо, скажем так, вот таких преимуществ, у декоративных крыс есть и ряд недостатков. Крысы живут недолго, то есть если кошку-собаку мы берем в дом сразу там на несколько лет, то у крыс срок жизни достаточно короткий, она живет 2-3 года всего лишь. Для некоторых это является таким непреодолимым препятствием, то что крыса быстро умрет, я к ней привяжусь, и поэтому они не заводят крыс. Также крыса считается экзотом с точки зрения ветеринарии. Есть раздел родонтология, он рассказывает о лечении грызунов и о их заболеваниях. И услуги родонтологов в крупных городах стоят довольно дорого. То есть если осмотр терапевта для кошки может стоить, допустим, полторы тысячи, то осмотр терапевта-родонтолога начинается от двух тысяч. Ну и в принципе на все манипуляции с этим связаны ценник будет чуть-чуть выше, поскольку крыса маленькая, у нее очень быстрый метаболизм, есть ряд нюансов в лечении крыс, нужно быть к этому готовым. Кроме этого, как я уже сказала, на определенное количество времени ежедневно крысу нужно выпускать все-таки из клетки, держать ее в клетке постоянно нельзя. И тут крысы чем-то похожи на собачек. То есть у кого-то, если были собаки, поднимите руки, у кого были собаки. Вот, значит, вы знаете, что это такое? С собакой нужно гулять в дождь, в снег два раза в день обязательно. С крысами то же самое. Их не нужно выносить на улицу, но внутри квартиры, там на диван, на кровать, бывают специальные зоны выгулы организовывают, их нужно выпускать ежедневно минимум на пару часиков. Также, и, скажем так, можно сказать, недостатком является обязательность тайного содержания. Крыса стайное животное, очень социальное. Крыса не может жить одна. Она вам никогда об этом не скажет, что ей очень грустно, поскольку она не умеет разговаривать. Но на самом деле никогда нельзя держать крысу в одиночестве. Очень удачный пример, если вы представите человека на необитаемом острове. Человеку на необитаемом острове будет очень грустно и одиноко, вплоть до психических отклонений. У многих есть контраргумент, что я же общаюсь с этой крысой каждый день, зачем ей ее сородичи, она может общаться со мной. Хорошо, давайте к этому человеку на острове подселим собаку. Да, ему станет чуть повеселее, ему будет уже не так тоскливо, но все равно это не то. То есть если у человека будет человек, и вариант, когда у человека просто есть собака. Как мы вообще в принципе принимаем решение о том, чтобы завести дома крысу? Сначала, заранее мы покупаем весь необходимый инвентарь. Клетку, наполнение, расходники, домики, гамаки, корм и прочее. После этого мы принимаем решение, где мы хотим взять животное. Это может быть животное от заводчика, то есть из какого-то питомника. Это может быть какой-то отказник, брошенец, животное с трудной судьбой, из какого-либо благотворительного фонда, коих сейчас очень много. После этого мы едем забирать животное, привозим его в наши уже подготовленные условия и уже располагаем крыс в собственном жилище. С чего стоит начать, если вы хотите дома завести крысу? Первое и самое важное, это, конечно, клетка. Клетка нужна большая, просторная, потому что крыса проводит в клетке 80-90% времени в сутки. Да, на пару часов вы ее выпускаете погулять обязательно, но все остальное время крыса проводит в клетке, поэтому клетка должна полностью соответствовать видовым потребностям крысы. Что это подразумевает под собой? На одну особь нужен жизненный объем в районе 50 литров. Соответственно, поскольку крыс держат минимум парой, получается, что самая маленькая клетка для крыс должна быть объемом не меньше 100 литров. Ну и, соответственно, если мы хотим большую стаю, то весь этот объем пропорционально увеличивается. К сожалению, консультанты в зоомагазине вам будут рассказывать прекрасные сказочки, что крыса может жить вот в такой клетке, и этого ей достаточно. Это неправда, не верьте, потому что, к сожалению, уровень просвещенности по этому вопросу в социуме очень низкий. На слайде представлен хороший пример клетки. Это большая клетка, она размером примерно 80 на 50 на 70. Такая клетка подходит для содержания такой хорошей стаи в 4-5-6 особей. Соответственно, если вам парочки достаточно, вы можете взять клетку поменьше. Не подходят категорически пластиковые контейнеры, не подходят категорически различные клетки полностью с пластиковыми стенками. У них очень плохая вентиляция, то есть обязательно должны быть полностью со всех сторон у вас решетчатые стенки, и клетка должна быть подходящего жизненного объема. Когда мы выбрали клетку, нам нужно ее чем-то внутри заполнить, потому что крыса, опять же, не может жить просто вот в пустой клетке, днище, решетка и все. Там обязательно должны быть укрытия. Это могут быть домики, которые устанавливаются на дно клетки. Это могут быть подвесные домики. То есть вот указка не видно на экране. Верхний слева домик, он может как устанавливаться на дно клетки, так и подвешиваться под потолок, так называемый спутник. Ну, модель так и называется, спутник. Также нам нужны полки, на которых животное может лечь и полежать с комфортом. Можно повесить различные трубы, которые имитируют природные норы крыс. То есть крыса в трубе себя чувствует как будто в норе. И различные мягкие гамачки. Гамачки бывают открытого типа, как на слайде, бывают несколько слоев закрытого типа, бывают подвесные домики. Все это приемлемо, все это допустимо, все это будет радовать вашу крыску. Чтобы съездить за крысой и забрать ее, а также чтобы потом, допустим, поехать с этой крысой к доктору, если она заболеет, или поехать с ней к родственникам на неделю, вам будет нужна переноска. Опять же, переноски в зоомагазинах продаются совершенно разные. Консультанты вам будут рассказывать всякое. Но на данный момент из ассортимента зоомагазинов оптимальным вариантом переноски для крыс является представленная на слайде. Они бывают разных фирм, бывают подороже, бывают подешевле, но общий принцип для вас должен быть ясен. То есть это сплошная нижняя часть и хорошо вентилируемая перфорированная верхняя часть с пластиковой крышкой. Также, если мы едем за крысой в холодное время года, мы живем с вами в Москве, в России, у нас зима 5 месяцев в году, вам обязательно нужна утепленная сумка, потому что крыса просто в переноске обязательно замерзнет, обязательно простынет, нам придется ее долго и мучительно лечить. Ну и просто это негуманно заставляет животное в минус 10 терпеть мороз. Мы же надеваем там шубы, пуховики, животное заслуживает точно такого же хорошего обращения. Можно купить специальную сумку в зоомагазине, можно взять просто обычную спортивную сумку, которая подходит по размеру и использовать ее. Это уже на ваше усмотрение, что вам больше нравится. В клетке также помимо укрытий гамаков должны быть постоянные источники пищи и воды. Крыса это животное, которое ест практически постоянно. То есть сухой корм крысиный должен быть у нее в доступе круглосуточно. За редким исключением, когда бывают животные с ожирением, которых нужно сажать на диету, чтобы они избавились от лишнего веса, но это очень частные случаи. В общем случае сухой корм в клетке постоянно. В любое время крыса может подойти и его покушать. То же самое с водой. Чистая свежая вода в поилке в любое время суток должна быть доступна животному. Раньше принято было считать, что крысе также нужен минеральный камень. Я подчеркиваю именно минеральный, не минерально-солевой. Вы можете просто даже язычком его лизнуть, попробовать. Он не должен быть соленым. Соленым крысам нельзя. Сейчас по этому вопросу ведутся дискуссии, нужны ли крысам камни или не нужны. Я оставлю этот вопрос на ваше усмотрение. Можно повесить, можно не вешать. Это не является жизненно важным фактором для животного. Наполнители корма бывают разные. Как правило, люди выбирают максимально подходящий и удобный им вариант по бюджету и по составу. На слайде в данный момент представлены в основном импортные марки корма, потому что до событий последнего месяца, скажем так, эти корма были доступны, эти корма были оптимальны. У них был чудесный состав. Они хорошо восполняли жизненные потребности животного. Сейчас ситуация на рынке, конечно, очень сильно изменилась. На рынке зоотоваров. Думаю, что каждый для себя будет решать сам. Можно покупать наши отечественные корма, но тогда вам придется чуть больше внимания уделять прикорму крысы. Помимо основной сушки, вам нужно будет ей давать какие-то свежие овощи, свежие фрукты, какой-то белковый прикорм. Это может быть творожок, вареное мясо, например. Каждый решает для себя индивидуально, что ему проще. Покупать, допустим, более дорогой корм и чуть меньше париться с прикормом. Или покупать более дешевый корм. Но чуть больше внимания уделять вопросам какого-то дополнительного питания. Если с кормом все понятно, потому что, как правило, просто на пачке написано «корм для крыс». Сложно перепутать. То с наполнителем ситуация чуть более сложная. Потому что принято считать, что крыс можно держать на опилках. Это миф. На опилках крыс держать нельзя. На стружке, например. Или на древесных гранулах. Это все мимо. Это все очень вредно для дыхательной системы крысы. Потому что она вот этой мелкой дисперсной пылью дышит. Зарабатывает себе проблемы с респираторной системой. Получает сначала риниты, потом бронхиты, пневмонии. Опять же, это все выливается в очень дорогостоящее лечение. На слайде представлены оптимальные варианты наполнителя для крыс. То есть вы можете выбрать любой, какой вам понравится. Который подходит вам по бюджету. Который есть в ближайшем твоем магазине. Который вам будет удобно пользоваться. Крысам подходит кукурузный наполнитель. В принципе, любой. Есть отечественные марки, достаточно бюджетные. Есть импортные марки. Уже подороже, конечно. Есть льняной наполнитель. Он не так популярен, как кукурузный. Но если вы найдете, где он продается. И вам будет удобно его покупать. То почему нет. Сейчас стали появляться также травяные гранулы в качестве наполнителя. Это довольно новый продукт для этого рынка. Но он также подходит для крыс. Опять же, если вам удобно будет его покупать, пожалуйста. Просто конопляный и хлопковый наполнитель. Это скорее экзотика такая. Я вот за свои годы крысоводства, кстати, даже ни разу с ними не сталкивалась. И туда же относятся целлюлозный наполнитель. У нас нет его на слайде. Но он существует. Он продается. Единственный мой недостаток. Он не очень бюджетный, если честно. Но он классный. Он нравится крысам. Он подходит для этого вида. То есть он не является вредным. И в целом, если ваш бюджет позволяет вам держать крысу на целлюлозном наполнителе, это вполне себе вариант. Помимо очевидных вещей, таких как клетка, наполнитель, корм, поилка, также есть неочевидные вещи, которые вам обязательно нужно приобрести заранее, если вы хотите дома держать животное. Крыса – животное с очень быстрым метаболизмом. Зачастую, если возникает какая-то экстренная ситуация в плане здоровья животного, желательно оказать ему базовую медикаментозную помощь сразу, а не ждать приема у врача. Для того, чтобы была возможность это сделать, вам нужно иметь дома базовую так называемую крысиную аптечку. Туда входят определенные препараты, скажем так, препараты первой помощи, которые должны быть у вас всегда под рукой. Не так, что вот ситуация экстренная уже возникла, но вам нужно бежать срочно в аптеку, чтобы купить лекарства. Я думаю, что презентация потом будет доступна, и, возможно, список препаратов можно будет переписать, ну, либо вы можете сейчас сфотографировать слайд. Все эти препараты обязательно нужно иметь дома. Более того, аптечку нужно периодически проверять, потому что у лекарств есть тенденция терять срок годности со временем, то есть периодически нужно эти препараты обновлять, смотреть, чтобы они всегда у вас были актуальными. Когда мы подготовились, когда мы купили все, что нам нужно для того, чтобы держать крысу дома, у нас встает вопрос, куда же нам пойти за этим животным, откуда нам эту крысу взять. Раньше были актуальны форумы, это как раз вот Ротмания, Домик голубой крысы и Ротфорум. На этих форумах представлены как заводчики с питомниками, так и крысы, которые ищут дом, скажем так, ищут добрые руки. Далее, сейчас на данном этапе очень активно стало развиваться крысоводство в соцсетях. На слайде я не стала указывать две социальные сети, которые теперь нельзя называть, но они существуют. Кто пользуется ими через VPN, пожалуйста, там очень много и питомников, и брошенцев, которые бесплатно ищут добрые руки. Ну, как бы официально разрешенная социальная сеть у нас ВКонтакте. В ВКонтакте также очень много животных. Там есть группы, там есть какие-то странички, на которые можно подписаться. Отдельно хочу сказать про такие источники животных, возьмем их в кавычки, как Авито и Юла. Сейчас, по-моему, еще какие-то появились аналоги, там что-то, Яндекс объявление, еще что-то. Здесь стоит быть очень осторожным, потому что вы можете на Авито найти как, скажем так, настоящего заводчика, но это маловероятно, потому что заводчики — это такая очень консервативная когорта людей, которые в основном они предпочитают форумы, как площадку для продвижения своих животных. Поэтому именно настоящих заводчиков на Авито, ну, может быть, пара человек всего. Все остальные, которые называют себя заводчиками, в зоосреде принято называть плодилками. То есть это люди, которые просто бездумно размножают животных, продают их. Кого не продали, снова размножают, снова продают. То есть там нет никакой речи о том, что какая-то серьезная племенная работа ведется, нет. Там нет речи о том, чтобы подбирать производителей, там, вот этого самца обязательно с этой самкой, нет. Там все гораздо проще. Повязали, продали, повязали, продали, и эта песня будет вечной. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно с сайтами объявлений. Но также там есть объявления, когда люди просто отдают животное, например, по причине переезда. Ну, естественно, как бы у всех бывают разные обстоятельства. Почему бы и нет, да? Почему бы не помочь животному, которое ищет дом? Почему не рекомендуется обращаться к плодильщикам с авито и вот с юлы, скажем так? Потому что, как правило, животные больны. Как правило, животные могут иметь какие-то проблемы с развитием, да? То есть, если заводчик, допустим, на помет, да, какой-то очередной плановый помет крысят, тратит огромное время, огромные силы, огромные средства, чтобы сначала докармливать, допустим, дополнительным питанием беременную самочку, потом кормящую самочку, да? Он очень внимательно следит за здоровьем своих самок, своих производителей. Он ни в коем случае не будет вязать больное животное, которое, соответственно, может дать больное потомство. То для плодильщиков закон не писан. Они вяжут все, что движется, и впоследствии получают самые плачевные. Соответственно, такое животное, полученное таким образом, вряд ли будет отличаться хорошим здоровьем. Помимо этого, как правило, плодильщики совета не занимаются социализацией крысят. То есть, крысенок, которого вы возьмете в таком месте, вряд ли будет ручным. Вряд ли он будет выходить из клетки сам к вам на ручки, лизаться и так далее. Он может, наоборот, избегать рук. Более того, он может даже кусаться, и к этому тоже стоит быть готовым. Ну и, конечно, ключевой пункт – это уровень, степень ответственности в этом вопросе. Любой нормальный заводчик, если у вас возникли какие-то сложные жизненные обстоятельства, скажем так, возьмет своего подопечного обратно. Например, вы переезжаете, вы потеряли работу, у вас нет средств к существованию, что угодно. Любой заводчик своих подопечных, своих детей, да, правильно, своих детей всегда возьмет обратно. Потому что это действительно как дети. В них вложено очень много, как я уже сказала. И поэтому вариант, когда эти дети, их ждет какая-то неизвестная судьба, конечно, заводчика не устраивает. Он всегда на связи. Заводчику всегда можно позвонить, спросить, сказать, вот у меня животное заболело, вот такие-то симптомы, какие-то признаки, что нам делать, куда нам бежать, какой врач нам нужен. Плодильщики с Авито этим не заморачиваются. Им главное, что продали вам крысу за 500 рублей или сколько она сейчас стоит на Авито. И вопрос как бы на этом закрыт. Когда мы привезли крысу домой, мы ее обустраиваем дома у нас. То есть у нас уже собрана клетка, мы развешиваем всякие гамачки, домики, трубы, заселяем постепенно туда животное. На слайде представлена пара примеров того, как может выглядеть клетка для содержания крыс. Ну, конечно, на слайде клетки большие, то есть под приличную такую стаю, там 7-8, может быть, особи, может даже 10. Вот, то есть если у вас живет небольшое количество животных, то у вас клетка будет поменьше и попроще. Нам нужно будет обязательно выбрать в какой-то момент, где мы поставим клетку. Факторы, которые стоит принять во внимание. Во-первых, сквозняк. Крыса — это животное, которое легко простывает. Ни в коем случае нельзя ставить клетку на постоянном сквозняке. Ее продует, она простынет, ну, примерно как и человек. Также нельзя ставить клетку под прямые солнечные лучи, потому что перегрев также может быть смертельно опасен для животного. Ну и, в принципе, крысы — это сумеречные звери, они не привыкли к яркому и прямому солнечному свету. Им все-таки вот интереснее какие-то сумерки, какая-то тень, чтобы солнце на них не светило. Также не стоит ставить клетку совсем близко к радиатору центрального отопления, потому что в зимнее время года, когда эти батареи работают, они очень сушат воздух. Это тоже вредно для отдыхательной системы. Возможно, у некоторых из вас дома есть увлажнитель, то есть, возможно, сейчас кто-то уже о себе беспокоится в этом плане, да, включает увлажнитель, чтобы поддерживать оптимальную влажность воздуха в собственном жилище. Ну, примерно то же самое и про животных. То есть, слишком сухой воздух вреден как для легких человека, так и для легких крыски. Также стоит исключить контакт животного в доме с ядовитыми комнатными растениями. У многих из нас они есть, я думаю, вы все знаете, если у вас есть дома такие цветы, вы в курсе, что они ядовиты. Туда же относятся бытовая химия, какие-то средства моющие, чистящие и прочее, потому что животное может просто отравиться. И электрические провода, потому что животное может погибнуть при попытке погрызть провод под напряжением. А крыса-животное любопытное, весьма вероятно, что она захочет его погрызть, если у нее будет такая возможность. Вот мы привезли животное, заселили в клетку, все у нас хорошо. Вот мы начинаем с ним жить. Один из важных вопросов содержания крысы в квартире – это кормление. Как я уже говорила, сухой корм должен быть в доступе у крыс постоянно, 100% ее времени. Помимо сухого корма мы добавляем различные прикормы. Мы даем свежие овощи, фрукты, ягоды, желательно по сезону. Но тут, в принципе, эта рекомендация актуальна также и для человека, не только для крыс. То есть, если мы зимой покупаем арбузы, ну, вряд ли эти арбузы, скажем так, натуральные, без химикатов, без нитратов и прочее. То есть, зимой лучше яблочки. Если там арбузы дыни, то начиная там с середины августа. Ну, то есть, вот как вы себе их покупаете, то же самое относится к животным. Не надо их баловать какой-то экзотикой, типа там клубники в январе. Это совершенно лишнее. Помимо овощей, фруктов, зелени, мы даем крысам также белковый прикорм. Это может быть кисломолочная какая-то продукция, ряженка, кефир, творог. Это может быть также вареное мясо. Это может быть также яйца, отварные яйца, допустим. Очень часто любят давать крысам перепелиные яйца, потому что их дают целиком. И крыса очень смешно их расковыривает, пытаясь добраться до сердцевинки. Но это не обязательно. Можно также куриное отварное яичко давать, допустим. Если вы себе варите, можно его разрезать пополам и часть отдать своим питомцам. И также сюда же относятся лакомства, всякие, скажем так, сладкие десерты. То есть крысы, конечно, безумно это любят, всякие дропсы и прочее. Но это ни в коем случае не должно становиться основным рационом. Потому что тут, например, как с детьми. То есть если мы позволим трехлетке питаться конфетами, он с удовольствием воспользуется этой опцией, но ни к чему хорошему это не приведет с точки зрения здоровья. Поэтому тут нужно быть очень аккуратно со всякими вкусняшками крысинами. Помимо того, что нам крысу надо кормить, она должна гулять каждый день, минимум пару часов. Выгул каждый организовывает так, как ему удобно в его квартире. Кто-то гуляет с крысой на диване, кто-то гуляет с крысой на кровати, кто-то организовывает, имея возможность в квартире, организовать отдельное пространство под выгул. То есть помимо того, что у нас клетка стоит, еще у них отдельное пространство под выгул. Это, конечно, роскошно, но я понимаю, что не у всех есть такая возможность. Если такой возможности нет, тоже есть выход. Бывает, заводят специальные выгульные покрывала. То есть, допустим, свою собственную кровать застилают таким специальным покрывалом на время выгула. Также в продаже бывают специальные развлекательные коврики для крыс. То есть это специальная такая тканевая штуковина. К ней пристрочены, пришиты, либо крепятся на липучки какие-то трубы, домики, лазалки и прочее. То есть на время выгула крыса таким образом себя развлекает. Потом, когда животное погуляло, все эти тканевые вещи аккуратно сворачиваются и убираются до следующего выгула. То есть не занимает много места. Довольно компактно для хранения и тем самым очень удобно. Какие есть сложности с тем, чтобы содержать крыс у себя дома? Во-первых, поскольку я уже сказала, крысы стайные животные, они не живут поодиночке. То есть в какой-то момент может сложиться ситуация, что одна из крыс, живущих в стае, у вас погибнет по естественным причинам, либо по болезни. И вы захотите подселить, взять себе новую крысу, еще одну. В этом случае вам нужно будет следовать четкому алгоритму подселения. Потому что стая, нового участника стаи, вот так вот с бухты-барахты, не примет. У вас будут конфликты, у вас будут драки, могут быть вплоть до летального исхода для новичка. Поэтому подселять крысу в сложившуюся стаю необходимо постепенно, необходимо аккуратно. В интернете есть большое количество инструкций, как это делается, сколько времени примерно занимает. Обязательно этот фактор нужно принимать в расчет. То есть нельзя просто пойти, не знаю, купить новую крысу или взять где-то в приюте, засунуть ее в клетку и рассчитывать, что... Ну, они подружатся. Нет, они не подружатся, они будут драться. Помимо этого, крысы достаточно болезненные животные. Так сложилось исторически. Очень распространено заблуждение, что крысы в подвале живут, что там с ними возиться. Так вот, крысы в подвале живут в среднем от 4 до 6 месяцев, а потом умирают. Если вы хотите для своего питомца лучше судьбы, то вам стоит быть готовым к тому, что животное может заболеть, и ему потребуется лечение. Как я уже говорила, не всегда дешевое. То есть прием у доктора стоит, допустим, пару тысяч. Зачастую для правильной постановки диагноза нужны дополнительные инструментальные исследования. Это может быть УЗИ, это может быть рентген. То есть это какие-то дополнительные расходы, какой-то анализ крови, возможно, общий. И, естественно, расходы на лекарства. Все это стоит определенных средств, и нужно обязательно планировать такие возможные траты, если вы заводите у себя дома крыс. Какие есть хорошие источники информации про декоративных крыс? Одним из основных источников на данный момент является сайт Ротмания. Он не коммерческий, то есть это как бы не реклама. Его когда-то создавали энтузиасты-крысоводы, наполняли, писали все эти статьи, описания, инструкции. На данный момент он, наверное, является самым обширным и объемным в русскоязычном сегменте интернета. Там есть статьи практически на все случаи жизни, на все случаи крысиной жизни. Как выбрать клетку, как подобрать корм, как подобрать наполнитель, как быть, если крыса заболела. Также на этом сайте есть форум. Ну, при этом сайте, скажем так, на форуме есть списки рекомендованных родентологов. Я объясню, о чем речь. То есть, опять же, это не проплаченная реклама, но нюанс декоративных крыс в том, это, в принципе, не только к крысам относятся, туда же свинки, кролики, хомячки, мышки, дегусы. Есть такое понятие, как врач-родентолог. В народе его еще называют ротологом. Но это такое название, действительно, жорганизм. Правильное название этого доктора – врач-родентолог. Очень часто родентологом называют себя те, кто на самом деле не обладает нужной квалификацией. Потому что родентологи востребованы, родентологов мало. Прием родентолога стоит выше, чем обычного терапевта по кошкам-собакам. То есть, коммерческий интерес, я думаю, понятен, для чего это делается. И при этом, если вы повезете свое животное к такому врачу, хорошо, если его просто не угробят. Хорошо, если ему просто там ничем не помогут. Это в лучшем случае. В худшем случае животное может пострадать от неправильно назначенного лечения. И годами был выстрадан так называемый список рекомендованных врачей. То есть, это доктора, которые обладают нужной квалификацией, которые действительно умеют лечить грызунов. Этот список постоянно пополняется, потому что время идет, специалисты учатся, появляются новые врачи, открываются новые клиники. Весь этот процесс непрерывно развивается. Опять же, на форуме при Ротмане все эти списки есть. Они по городам. Отдельно список для Петербурга, для Москвы, для каких-то небольших городов. Там Иваново, Воронеж, Ярославль. Опять же, это то, чем вам может быть полезен этот сайт. Очень сильно рекомендую, если честно. Спасибо вам большое за внимание. У меня на этом все. Я с удовольствием отвечу вам на возникшие вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.